Как только мы начинаем, да-да-да, как только мы рождаемся, у нас включается множество интересных процессов. То есть мы начинаем различать мир вокруг себя. И если ребенок, например, в первые дни не идентифицирует цветные пятна как лица, то... Вообще не идентифицирует, ничто, никаким образом не интерпретирует. Вот единственное, что у него есть некие якорьки, реакции внутренние, да? Дискомфорт, комфорт. И там еще может быть на звуке реакция по причине того, что 9 месяцев ребенок сидел у мамы в животике, она реагировала на разные звуки. Конечно. И с этой точки зрения, конечно же, вот у него есть глубочайшие инстинкты поесть, поспать. Или, точнее, дискомфорт. Дискомфорт от отсутствия еды. Или дискомфорт от отсутствия контакта. Но, тем не менее, уже через 2-3 дня ребенок начинает идентифицировать цветные пятна как лица. И это один из процессов, который в это время идет. А чуть позже у него включаются зеркальные нейроны. И вот если вы посмотрите на то, как развивается маленький ребенок, очень интересно, что ребенок сталкивается с ситуацией из окружающего мира. И он сразу же, мгновенно начинает смотреть на то, как реагирует самый близкий человек. У кого он на руках сидит, ближе всего родители, бабушки, дедушки. Какую реакцию нужно выдавать? Это прям автоматический процесс, удивительный. Более того, он даже не задумывается, но эти реакции, они необходимы ему и для выживания, и для социального выживания. То есть, и ребенок, если он получает вознаграждение за ту или иную реакцию, вознаграждение может быть то, что мама или папа очень сильно его прижал в этот момент. То есть, вот ты ведешь себя так, а я тебя прижимаю ближе. Или же, например, если ребенок устраивает, ну вот давайте так, вот вы же понимаете, что если два ребенка подрались из-за печеньки, или там из-за конфеты, то что вы делаете? Вы, значит, прекращаете эту драку, вы даете ребенком конфеты, и что в этот момент вы создаете? Вы дрессируете ребенка на то, что один дерется, вот тот, у кого конфета в момент была в руке, в момент, когда вы пресекли драку, да? Второй, который получил конфету, он все равно будет знать, что за драку получит конфету. А второй, который рыдал и плакал, он будет знать, что за плач получит конфету. То есть, иными словами, вы постоянно создаете, мы постоянно создаем, в отношении нас постоянно создавались ситуации, которые сначала, условно говоря, на рептилоидном уровне, а затем на уровне обезьяны, а затем уже вот постарше закреплялись. Помнишь, у нас была ситуация, мы наблюдали за ситуацией, когда мама стоит по телефону, разговаривает, а маленький ребенок играет, вот он куда-то побежал, упал, мы наблюдаем эту картину, он падает. Ну, у нас, как у, на тот момент мы уже были родителями, нет, я не помню. Ну, реакция все равно срабатывает, как у старшего, да? Значит, ребенок падает. Что делает ребенок? Он не плачет. Он поднимается вот так на руках и смотрит на свою маму. Мама в это время разговаривает по телефону, она не видит, что у нее ребенок упал, потому что ребенок и звуков никаких не издает. После чего она поворачивается, делает вот так, а у ребенка тут же срабатывают зеркальные нейроны, он пугается, она хватает ребенка, ну все, он напугался, он начинает плакать. Она хватает ребенка, начинает прижимать к себе, говорит, ну не плачь, не плачь, все хорошо. И мы наблюдаем за картиной. Значит, у ребенка сначала повышение вот этого стресса было, да, потом снижение, слышим, замедляется, затихает. Что делает мама в этот момент? Мама, поскольку у нее есть просто реакция, да, рефлексия, эмоциональный сценарий. Мама в этот момент, когда идет на понижение, она делает вот так вот, ну не плачь, не плачь, маленький. И в этот момент у ребенка снова повышается вот этот вот накал страстей, и на третьем или на четвертом разе мы уже испуганно ушли оттуда, потому что мама закрепила ребенку очень долгую стратегию страдания, из которой он, судя по всему, будет выходить после нескольких итераций. Судя по всему, у мамы эта стратегия была закреплена, это норма.